друзья мои учу леонида работает армянским инструментом этот инструмент такой уникальный инструмент кстати она бывает только армян леонида показал инструмент такого типа я ему тоже объяснял тоже покажу вот он значит как молоток вот с этой стороны как забивайте здесь как гвоздядер значит тут он в таком положении работает как рубанок как стамеска то есть вот так можно она очень острая а вот так он работает как топор ну то что сейчас сделал леонид но мы уже все потихоньку готовимся вкуснятину пока на паузу поставим потом и голубей поснимаем и за вас выпьем еще друзья мои ну сейчас леонид меня уже снимает ганер говорит после того как просто раз увидел говорит твою горелку я пошел ведь купил теперь она мне всегда машине кстати очень удобная штука друзья мои газовый баллончик вот так открыли горит теперь смотрите в буквальном смысле что делаем газовой горелкой поджигаем я обычный женский фильм просто засекайте за пару минут костюр котов еще один совет который часами мучается для того чтобы костер поджигать и когда-нибудь в сибири также меня все поджигал на все руки от штуки ганит мастер вот надо у кого учиться не ругаться не завидовать а учиться даже потому как друзей гостей принимают вот так и поджигаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, Леонид заставляет снимать Говорит, давай, говорит, поснимаем Дорогие мои, значит, ну это овощной шашлык называется Значит, вот синенькие баклажаны Жарятся именно на огне То есть не на жару, а на огне Вот сейчас в первую очередь жарятся синенькие Потом уже перцы, помидоры Потом уже после него ставится мясо на кассу То есть мясо в самой последней очереди В общем, и его прямо вот так вот Прежде чем ставить на шампур Вот эти хвосты убирается Тоже мелочи, но нужные Потом ставится Одну сторону, другую сторону Потом рассоль очищается После него уже, это называется Она вкуснее Саураж, чем этот Скажи Чем мясо Потом расскажем А кто такой, ворона, что ли? Ворона Вон она, вон она Вон она, ворона Где? Да вон она Вот снизу ворона, по-моему, сейчас потянули Курочки тоже наши вороны Ну как бы вот так Ну за вас мы сто процентов выпили Просто костер успокаивает Пока на паузу поставим, подождем Так, друзья мои Ну и еще один такой тоненький совет Дам для тех, которые Потому что часто мне спрашивают Спрашиваешь такого Ганельджан, не завидуй Скоро приедешь Шучу Значит, огня не должна быть Дрова должна быть хорошая Желательно фруктовая Так, можешь вот тут попросту Ну как всегда Наш любимый кролик Тут на шампурах есть специальные надрезы Чтобы правильно переворачивать Не перепутать Есть еще вот такие надрезы То есть, чтобы с четырех сторон Как бы Этот, жарить Теперь Смотрите Что тут получается Так, так, так Так, но такого Вы точно не видели нигде Это однозначно Будем учиться После всего этого Берется Обычные газеты Не боитесь Даже намочить не надо Если у вас костер правильный Вот так И накрывается Это не фокус, дорогие мои Это реально вот так оно и есть Весь дым Остается внутри И вот так Такие тоненькие речки Пойдите сюда Вот так и жарится мясо Она получается Как шашлык Тундыри называется Нет, не будет гореть В общем, если чуть-чуть подгорает Можно сверху вот так Брызгать водичкой Чтобы вода нет Ну, газета нет Но здесь ничего не будет Все Вот так и делаем Друзья мои Ну, чтобы это Да, у кого-то может Это не получится С первого раза Скажут Гагик нас обманул Это все в мастерстве Я просто этим давно занимаюсь И как бы глазнометом Если у кого-то что-то не получится Не думайте, что я вас обманул Просто у вас не получилось Показываю Будем переворачивать сейчас мясо И вы посмотрите, как оно четко получается Вот так надо будет Красиво делается Переворачивать Посмотреть Ну и под конец, конечно, надо Есть и пить Про это точно не забывайте Да Опять Вот она Чуть-чуть подгорела Мне газета Так, которая Самая первая Опять Как видите Ничего не горит Эффект в этом получается То Что весь запах дыма Вкус дыма Остается в мясе Она не испаряется Вот есть такая Эта штука Называется Жидкий дым Специально мясо поливают Чтобы вкус дыма дало Но там чисто натуральная химия А здесь натуральный запах дыма Вкус дыма дается Ну вот как бы вот так Ну все Может на полу поставить Запись пошел Так, значит, друзья мои Я скажу Леонид добавит Значит, я просто от души скажу Вот если можно Как у меня вот отец говорил покойно Говорит Если можно быть хорошим Зачем быть плохим Если можно иметь Хорошее человеческое отношение Зачем вам плохие отношения Просто совет от меня вам Если можно вот так Друг другу в гости ехать Теперь у меня Красноярский Вот он приехал У тебя в Волгограде есть знакомых? Есть Кроме меня Нет Теперь у него есть знакомые И у меня в Красноярске есть там Ведь чем больше у вас будет знакомых, друзей Тем легче вам будет жить Так что живите дружно Делайте хорошие дела И будет все хорошо Я хочу выпить за вот за это За хорошие отношения Что мы в этой жизни Живем всего один лишь раз С этой жизнью мы могли только Хорошее получать Хорошее унести с собой Что нас вспоминали хорошим словом Буквальным смыслом Хорошим, добрым словом А не тем хорошим словом Ко мне, как некоторые мы вспоминаем Ну, Леонид тоже от себя забавит Я хочу выпить за дружбу И за гостеприимство Адрес Я до кашет До того порожу Сильно, как меня принимают? За дружбу, дорогие мои За вас, за друзей, за наших За тех, которые не с нами сейчас На данный момент, но с нами